Салям алейкум всем подряд! Сегодня чудесный январский день. За окном плюс 15, солнце. Тоже очень много. Время сейчас полдевятого. И впереди тяжелый день, но культурно насыщенный. Мы сегодня посетим фестиваль, такой национального масштаба, можно сказать, традиционный. Это ежегодный фестиваль, верблюжий фестиваль имени короля Абдул-Азиза. Место фестиваля находится достаточно далеко, примерно 200 километров отрияда. Так что нам придется ехать где-то часа полтора-два. Ну и потом подробный репортаж самого фестиваля. Так, ну вот это мы уже приехали в саму деревню, это место фестиваля. Теперь надо найти где припарковаться. Пропустили нас. Что, едем прямо? Видно, смотрят не местные, поэтому езжайте. Георгий, видите? Давайте, просыпайтесь, Георгий. А, тут еще один чекпоет. Там что-то не показывают на пальце. Хрен его знает сейчас. Может, там парковаться они? Вот. Бумажки нет, но все равно проезжайте. Юры. Как в 12 стульях, помните? На входе стоял строгий этот и спрашивал билеты членов профсоюза. Но если их не было, он пускал и так. Все для эмалины. Нам нравится. Ну ладно, встанем там, пройдемся здесь, правильно? Не будем, как американцы. Ну, он хочет сказать, да. Да ладно, место. Итак, вот мы находимся прямо у входа в эту деревню. Основное место проведения фестиваля. Здесь, естественно, вот на заднем плане, вы видите, находятся эти рамки, через которые придется пройти. Безопасность превыше всего. Ну, сейчас мы пройдем, посмотрим, что там внутри. Какими мероприятиями нас будут развлекать. Уже мы встретили несколько здесь. Видно, что экспаты тоже сюда подъехали, кроме местных людей. Ну и местных очень много, конечно. Радостные все такие, надо сказать. Итак, идем внутрь. Ну, вот это вот на входе прямо деревня эта, фестивальная. Радостные все такие, надо сказать. Наши люди везде находятся и здесь тоже. Вот мы встретили здесь товарища, который учился, кстати, в Украине, в Днепре теперешнем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Салик Асин. Я из Судана. Я научил в городе Пенепровск, Украина. Мне было очень приятно там учиться и жить. Расскажите немного об этом фестивале. Мы из Саудово-Арабия, мы очень уводяем камеры. Верблюдов. Верблюдов, конечно. За это мы сделали такой небольшой праздник. Показываем верблюде истории. И показываем всех, как мы раньше использовали их вместо машины и транспорта. Надо сказать, что наш новый знакомый довольно неплохо еще помнит русский. А когда вы закончили? Да, неплохо. Когда вы закончили? Четыре года назад. А где учились? В каком институте? В медакадемии Днепропакласс. В медакадемии? Врач. У нас здесь есть свой врач. Что могло быть? Стабатолог. Все, если у меня заболят зубы, прямо к нему. Конечно, обязательно. Без вопросов. Спасибо. Это нашли в Иране. Это беремблюдо называется вадха. Так назвали ее, потому что белое. А это то, что делают из верблюжьих продуктов, да? Продукты, витамины, антибиотик. Это все написано, почему полезно вербюжье мясо. А это, почему полезно вербюжье молоко. Маленький черный называется... А, вообще, этот маленький верблюд, по сравнению с другими, да? Он называется хуар. Хуар. Хуар это много. Один хуар. Ага. А где они в основном водятся? А это вот временная шкала приручения, одомашнивания верблюдам. Вот, начиная с какого-то там года до нашей эры. Продукты из молока, верблюжьего. Шоколад. Еще шоколад. Мыло из верблюжьего жира. Мыло из верблюжьего жира. Мыло из верблюжьего жира. Мыло из верблюжьего жира. Это король Абдул-Азиз. Когда он ехал отвоевывать. Да. Скульптура из песка. Есть верблюжьего жира. Выживать самоконкогольчик. Да. Можно поправить? Сейчас мы находимся в музее песочного искусства, песочного арта. Здесь, правда, арта не так, чтобы много, но вот сейчас я покажу сзади, на заднем плане, вот как раз одна из таких скульптур, естественно, верблюд, поскольку мы на верблюджьем фестивале. Ну а теперь идем дальше изучать, что здесь еще есть. Вот детская площадка здесь, за мной опять же, вон детишки играют. Так, вот здесь вот обучают национальному танцу желающих. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 так светит солнце прямо в глаза приходит зажмуриться значит сожалению некоторые мероприятия мы прозевали потому что они были с самого утра в частности верблюжьи бега что я очень хотел увидеть поэтому просто ходим вокруг и смотрим что здесь интересного вдохновленные не иначе как великим гомером и его бессмертными творениями местные умельцы извояли вот такого вот троянского верблюда и ни одного видно деревню фестивальную со стороны и здесь вот пришли перекусить итак мы в конце концов нашли это место где происходят скачки верблюдов в рамках фестиваля но пока мы его нашли здесь все уже закончилось потому что скачки начинаются рано утром в 7 утра и продолжается примерно до двух-трех часов по полудни и сейчас поднялся ветер поэтому у меня на голове такое как бы безобразие поднялся ветер и песок метет в общем такая атмосфера не очень благоприятная скажем так саму ну и вот вы слышите как раз молитва пополуденная здесь так что народ идет молиться ну а мы теперь знаем где находится верблюжий ипподром так сказать и где теперь следующий раз куда мы поедем прямо чтобы смотреть скачки снимать их и показывать вам всего доброго это как от вот в во в так вот мне удалось просочиться сказать помещение внутрь меня пропустили сказали да ради бога проходи посмотри что тебе хочется this place is your place так мне было сказано вот я здесь зашел это как раз вот зал где сидят почетные гости он закрыт естественно вам кресла тут наверное король сюда приходит бывает так что можете видеть за мной но скачки уже но он вы можете видеть стайки верблюдам с погонщиками беговых это их уже уводят стойло наверно а 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 Продолжение следует...